Стратегия игры была очень важна для обеих команд. Мы хотели нашего конкурента немного отсечь, выиграл матч, чтобы настроить, чтобы подготовка велась к этой игре целенаправленно. Я бы сказал так, команда «Оренбург», если брать уровень состава команды, наполняемости футболистами, считаю, что одна из лучшекоматов всей России, если честно. Поэтому почему так они? Сезон проводил самую удачную, это уже их вопрос. Поэтому мы понимали, что игра сложная, им отступать некуда. И мы тоже должны, конечно же, понимать, что все впереди еще. Мы понимаем, что мы так определились на несколько частей. Во-первых, первично минут 20-25 минимум, это первый тайм, шла адаптация после искусственных полей. Мы уже целый месяц ленируемся на искусственном поле. Переход на траву. Месяц работ на искусстве, переход на траву – это, конечно, очень серьезная штука. Она не проходит, к сожалению, бесследно. Повреждения у ребят есть. Сейчас беседы с футболистами, да, ножки подсели в начале матча минут 20, явно прям. Потому что переход с быстрого поля на травяной – это другие мышцы включаются. Ясно, что не очень хорошее состояние, ребят. Это было видно и визуально со стороны я об этом. Первый тайм я говорил, помойщикам, да, пока еще не адаптировались. Второй тайм стало полегче, правильно стали играть старальные халбеки. Если я не буду сейчас конкретно говорить, что там неправильно было, но было немножечко исправленной ситуации. Стали правильно играть, и более активнее стали вот так включаться крайнеощутники. А первый тайм такая нет. Видимо, то состояние не позволяло как-то так немножко субтильно, не шли в атакующие действия, учитывая, что Томпсон зависал вверху, он возвращается обратно. Мы должны были это использовать, но видел все-таки боязнь, ошибки, учитывая значимость игры. Немного так себя сдерживали. Или, может быть, СТМ, я не знаю точно. Но в втором тайме и Чаров, и Мастерной стали включаться высоко в атаку, стали более агрессивными. Игра более завязалась, и все-таки ТРТМ провели более активно, с давлением хорошим. И с первых же минут, когда накрыл игрока, забили гол, стали ошибиться. Но, к сожалению, было нарушение правил, заметное для судей. Но, я не знаю, на самом деле, было не было. Потому что здесь стандарт двоякий, когда вот там толкать игрока в спину на бровки, Якимова. То есть, это борьба. А когда здесь тоже та самая борьба, не нарушает свисток. Поэтому, здесь, как бы так, ну, судей видели, в любом случае. В любом случае. Был хороший момент, как Башева вышла замена, заменил Максима. Игру быстрил, что у него хорошее исполнение. Когда есть шанс, шаг был хороший, хорошо исполнял, он попал до щели, который вынес мяч. Ну, то есть, это человек, который был более позитивный, а так, боевая ничья. Задачу локальную решили, мы не подпустили конкурента, но не отрывались. То есть, глобально, то, что хотели сделать, к сожалению, не получилось. А так, играем, бьемся, сражаемся, стараемся, чтобы борщики были неравнодушны к команде. Делаем все возможное. Ну, ясно, что вся борьба впереди еще, и мы еще далеко все не обезопасили от стыков, в первую очередь. Вы видите, как команда отбирает очки, лидеры отбирают команды, все сражаются сейчас. Поэтому турнир достаточно интересный, в этом году премьер-лига интересная. Говорить там аутсайдеры на команды Сочи, Оренбург, Ахмат, условно. Немножко так не поворачиваешь язык. Клубы с крепкими финансами, с очень крепкими финансами. Балтика, Калининград, в том числе, с Ростехом. То есть, это не аутсайдеры, а так сложился чемпионат, что вот сегодня. Интересно-интересно турнир сам по себе в этом году. Спасибо большое, коллеги. Есть вопросы? Представляйтесь, пожалуйста. Александр Братков, газета «Коммерсант». Сергей Абутидович, а в целом, как оцениваете физподготовку футболистов с учетом длительной паузы? Речь, что они с искусственного поля на естественное перешли, было сложно, а в целом? Как понять, в целом? Ну, готовы ли футболисты к игре, к матчу были? Мы обратили внимание, что Таймон практически на поле играли. Это и есть физподготовка, учитывая, что мы держим интенсивность до конца. Поэтому все ее цениваем. Цениваем мы у себя в работе, в мире, у нас есть специальные программы и так далее. Повторюсь снова. Тренироваться на искусственном поле в этот период 15 дней очень необычная пауза для всех команд. Для нас сложнее в том плане, что я не делал двух раз тренировок, потому что это травмоопасно. И поэтому я как бы для себя тоже не до конца понимали, как он соценивает команда. Вот честно сказать, до матча сегодняшнего карта я не знал, как будет. Могли я, мол, упасть. Ну, сложилось на 50-50. Получилось так, что и так, и так. В целом нормально, но ясно, что проблема, она существует. Потому что когда условия не самые такие немножко жестковатые для работы, ты, к сожалению, делаешь другую работу. Но ты делаешь это уже метом трика, ты уже так на ощупь идешь. То есть не по системе. Ну, в принципе, все команды, вы видите, как сейчас. Одна команда бежит, вторая команда Деньграя, Динамо-Москва. Ну, там опять же, подготовка, ли, или сборники приехали, второй вариант. То есть эта пауза, конечно, она, как обычно, для всех, кому-то удачна, кому-то нет. Мы, я думаю, оказались в золотой середине. Так по гамбургскому сейчас и брать. Поэтому грех жаловаться, работаем. Ничего страшного. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Добрый день. Представьте, пожалуйста. Два вопроса. Первый. Под вашим руководством «Факел дома» выиграл всего два матча и на выезде играет лучше. С чем это связано? Я думаю, не лучше, а, скорее всего, результат выше. Я думаю, что течение такое. Все по-разному. И второй вопрос. Сегодня у Николая Паяркова не было в заявке. Что с ним? Ну, к сожалению, переводящая мышца. Следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Телеграм-канал «Магельцы» из Воронежа. Скажите, сегодня Максим Максимов вышел, я так понимаю, Министер Физыра АПаева. Оправдал ли он свою надежду? Да, сложная была ситуация. Мы думали, до последнего, у кого ставить состав, решили на Максим, потому что неплохо выглядел. И дать ему возможность проявить себя. Просто здесь немножко сыграло роль то, что два одноплановых нападающих. И он спиной больше, и Женя спиной больше. Этого быстрого, атакующего РК не хватало, конечно. Он в свое дело делал. Он сбрасывал, он цеплялся, он сохранял мяч, он объем давал, прессинговал. То есть он как бы изматывал эту команду. А Акбаш и Рома уже более легкий игрок, подвижный игрок. Для того, чтобы освежить, в принципе, он это сделал. Он и доставки делал, и гол мог забить. То есть все по плану было. Как бы компенсировать отсутствие Хазыра разный план футболистов в разное время игровое. Это был план такой. Ну, 30 целых он выдержал с себя этот план. Коллеги, еще один вопрос давайте. Да. Прям последний вопрос. Представьтесь. Василий Захарский, Матч ТВ. Скажите, пожалуйста, следующий матч ЦСКА дважды уже по ходу сезона их обыгрывали. Расскажите, уже готовы ли какие-то секреты на этот поединок, заготовки? Да нет, мы же, как есть такое выражение, матч в матч идешь не потому что, там, по матч в матч, потому что недельный цикл готовишь к конкретным соперникам. Сегодня день посвящена этому сопернику. Моделирование, наша игра, какие-то моменты, практического плана, нюансы определенно наигрываются и так далее. Сезон готовится сейчас, уже анализируем, поскольку наше состояние у нас есть проблемы у ребят, к сожалению. Почему еще неизвестно было, кто будет играть до последнего, что у нас. Женя Марков спину немножко прихватила, но отошел, слава богу, вчера. Тоже был по вопросам, по возможному вопросу сочетания. Мы наиграли два дня, условно, сочетание Шакбашев и Максимов. И только в последний момент у нас Марков все-таки отпустил его. Поэтому здесь, здесь как бы посмотрим, что будет во вторник. В среду и в среду мы зафиксируемся, а во вторник, выходной день, в среду мы начинаем готовиться. Три дня, сильно правильно уже в ЦСКА, что у нас живые, здоровые и так далее. А можно ли их назвать собственными соперниками? Ну, Хезер, опять же, кого в ЦСКА? Ну, во-первых, ЦСКА – это сильная команда по своей игрой. А во-вторых, в премьер-лиге слабых нет соперников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова